На телеканале Россия 24 вести интервью в студии Лилия Городкова. Здравствуйте! В Костроме состоялась премьера новой цирковой программы под названием Национальный цирк Египта. На манеже танцующие крокодилы, леопарды на качелях, степные и канадские волки. И, конечно же, гвоздь программы – редкие нильские львы. И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Египта, знаменитый дрессировщик хищников Хамада Кута. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Хамада, вот первый вопрос. Я знаю, вы представитель знаменитой в Египте династии дрессировщиков. Более того, именно ваша семья когда-то, очень много лет назад, организовала Национальный цирк Египта. Расскажите, пожалуйста, об этом, о вашей семье. У нас просто семья, у меня династия уже 166 лет в цирке, я 6-ое поколение, как дрессировщик. У меня был дядушка. Он работает на корабле, чтобы привозить дерево и мебель из России, Болгарии, в Египте. Одно раз он заходил в цирк в Россию, в Египте. Одно раз здесь, одно раз здесь. Его брайвелс был Бла Шабито. Он приглашает, они работают у нас. Он типа как продюсер, примерно. И они работают. Потом он попросил, что можно учить его детей, что они можно работать потом. Они учили, они. Потом он купил это Шабито, купил животное. Они начинали с этого времени. В Египте. Да, в Египте. Во всю арабскую страну. В Каире это было... Во всю арабскую страну. Во всех арабских странах. Только в Египте есть цирк. И сейчас уже государственный цирк уже есть в Египте. И моей семье, мы только дрессировщики, хищники. Даже у нас и было много животных. У нас были слоны, были это много. Но это давно. Сейчас уже нет только львов и тигрей. У меня битомник дома еще. Дома это в Каире? Да, конечно. В Каире. У меня... Мой отец, он народный артист Египта, дрессировщик львов и тигрей. Много еще животных. У меня битомник там. У меня 47 лев. Нилиский, нубийский лев. Потому что он не сохранит эта оборота. Она очень редкая. И у меня есть 18 тигр там, бенгальский. И другие, конечно, животные есть. И у меня сестра, она адвокат и дрессировщица тоже одновременно. Интересно, как она совмещает это. Да. Она работает это и работает это тоже сейчас. И все. А вы сами с какого возраста стали дрессировать животных? И почему захотели дрессировать именно хищников? Это вы говорите. И слоны были, и другие животные. И я начинал работу. Работа начинала на Манеж, когда у меня было 2 года. И с моим папой. У него случилось, что животные на его напали. И он должен работать третий день. Потому что если государственный цирк, это закон невозможно, надо работать. И гастрол находится в Александрии. У нас город Александрия, она на море. Можно много знать. Она здесь, у нас она культурный город, как и здесь примерно Санкт-Петербург. Она у нас так читается. И в гастроле должен работать, реклама есть. Что он делает? Он в шрамах. И невозможно, как он будет двигаться там, тумба или так. И он думал, что я с он буду на Манеж, на арену буду заходить, работать. Я заходил с он, работаю. Он открывается пост лев, я сунул голову. Я обнимал лев, поцеловал лев. Но ведь, наверное, страшно было. Это не наоборот. Она была у меня как игра. Да в 2 года наоборот страх неведомый. Потому что у нас дома постоянно животные есть, есть львов, есть тигры. Постоянно всегда животные есть. Поэтому у меня это игра моя. Это как, знаешь, типа как медвежонка, которая дома у ребенка. Это у меня была так, ну, была живая примерно. Вместо плюшевых игрушек у вас были живые. Да. Потом, когда мне, я вспомнил, 14 лет, я начинал диресировать животные. И с 14 лет, сейчас у меня 27, и за это время я уже диресировал 53 голов львов и тигрей. Ну, вот вы сказали, что нильские львы, они очень редкие породы, их осталось очень мало, да? А чем они вообще отличаются, может быть, по характеру, по нраву? Они характер другой, конечно. Просто во всем мире только два порода. Есть берберский лев, есть нильский нуберский лев. Это который остался сейчас, он в красной книге, потому что он мало. Нильский нуберский лев, он отличается, он меньший размер, у него грива оба меньше, но характер у него сложнее чуть-чуть. Примерно он дает дрессуру, чуть-чуть посложнее. Как именно посложнее? Она время возьмет больше, чем другой лев, который, другая порода, который сейчас она уже живет и здесь, и в Европе, в зоопарк. Почему он? Он упрямый, да? Он не хочет? Нет, потому что он жил, где место жарко. Поэтому у него терпение, он не холодный такой, он горячий постоянно, постоянно нервы. Примерно типа между бенгалеский тигр и уссурийский тигр. А уссурийский он большой, красивый такой, но он холодный такой, значит, он спокойнее чуть-чуть. А бенгалеский наоборот. Он потому что в Индии живет, и так вот постоянно жарко, постоянно... Ну, кстати, у людей точно так же, южане, они более темперальные, да? Да, 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 конечно. У животных тоже так же. У меня вопрос такой, вот они такие африканские львы, да, африканские животные, привыкли к жаре, а здесь у нас достаточно холодно и сыро. Не болеют ли они, как они переносли? Конечно, когда здесь в России начинал работать, уже учился, уже опыт есть. Поэтому уже взял обогреватель специально, отопление специально за границей, для животных, для помещения, для фуры, для зал, для все, что им будет погода как нужна, потому что бывает минус. Примерно, я работал во Владивостоке, в Хабаровске, в Иркутске. Там, это очень-очень холодно, это несерьезно, там минус 40, минус 45, минус 50 бывает, мы в Хабаровске когда были. Поэтому стараюсь, что здесь на небо года как надо. Вот у меня такой вопрос. Ваша семья очень известна у дрессировщиков, да, в Египте, но вы почему-то решили в последние годы, вы сказали, 4 года в России работаете. Почему именно Россия? Потому что, я расскажу тебе, секрет такая, самое лучшее искусство для цирка, это читается в России. Я решил, что здесь бреду в России, потому что есть очень много дрессировщиков хороших, очень профессионально. И я решил, что бреду здесь, показывать мое искусство, и посмотрим, они хорошие, я плохой, или я плохой, или я хороший, или они плохие. Типа как конкуренция, или типа как... Вы решили сравнить, кто круче? Да, я хочу так, потому что это, чувствую, что это интересно примерно. Что хочу работать постоянно, работать в местах, которые лучше меня. Поэтому я хочу двигаться вперед, сделать еще что-то лучше. Но вот у нас самая известная династия, это Запашных, вы с ними знакомы? Да, конечно, мы очень хорошие знакомы, конечно. Конечно, мы обучаемся тоже. Вы друг друга учитесь чему-то? У вас вообще техника дрессировки отличается? Нет, техника дрессура отличается в это время. У каждого есть своя техника дрессура. У меня моя отличается с другим. Чем отличается? Чем особенность вашей дрессуры? Она отличается примерно... Я давно, когда начинал работать, думал, что не хочу работать в контакте с животными. Потом подумал... Это третий аттракцион мой сейчас, это третий. Первый аттракцион, я думал, что я не хочу в контакте с животными. Только сдалека они работают. Я сдалеко, потому что показывает, что они работают. Я так читаю. Потом думал, давай сделать контакт с животными. Потом второй аттракцион уже сделал, что буду близко, обнимать животные, целовать животные мои. Потом третий уже решил, что сделать это и это. В России таких очень мало, почти нет. Только они сейчас много программ, они любят сделать только шоу. И вообще там мастерская нету. Там, которые сложные, искусство, которое было в цирке давно, которое было в классике, которое настоящий цирк, уже нету. Сейчас уже только свет, все красиво, костюм хороший и все. Это цирк. Нет, он не так. У нас программа наоборот. У нас все жанры, мы выбрали, что будет... Есть там сложная дрессура. Есть там дрессура, которая была давно, в каждом цирке. Есть акробат, примерно. Есть, которые сложные руки, которые, примерно, они должны в рекорды. У нас есть много номера, у них в руки. Я с ними даже поговорю, что, пожалуйста, должна в рекорды, книга рекордов Геннис. Потому что у них есть серьезные рекорды. Он единственный, который за этот рукой. Поэтому мы выбрали такие номера, что будет это. Еще у нас, конечно, свет есть, звук есть, и все есть. Но мы стараемся больше показывать искусство, которое сейчас очень мало. Мы сейчас стараемся, что это показывать. Вы достаточно хорошо говорите на русском языке. Я знаю, что знаете еще несколько языков. На каком языке вы общаетесь с животными? С моими животными постоянно я, например, я люблю ругаться на ним по-арабски. А, ругайтесь по-арабски. Да. Но у нас есть в цирке, есть международные слова. Которые «але», «ап», «ов». Много таких слова, которые между... Команда для рук, это только цирковик, конечно, знает. Она международная. Поэтому одинаковые. Как мне, как у русских, как у Германии, как у Италии. Все одинаковые. Ну и вот до первого июня будут длиться представления. Можете пригласить наших костромских зрителей к вам. Конечно. Приходите, конечно, смотрите. И оценить нашу программу. Бо-нравится? Бо-нравится? Не-бо-нравится? Посмотрим. Надеюсь, что вам понравится. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был знаменитый дрессировщик, заслуженный артист Египта Хамада Кута. И еще раз добавлю, программа «Национальный цирк Египта» будет идти в Костромском цирке до 1 июня. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова